как говорится процесс пошел 10 тысяч лайков вы набрали на выпуске чада из ада там вот по подсказочкам там короче вверху найдете либо просто в плейлисте внизу в описании телеканал you ругаться не стал за то что мы посмотрели чада из ада за что им огромное спасибо ссылочку на них также оставлю внизу в описании подписывайтесь ставьте лайки передавайте привет сегодня как вы уже поняли мы переходим наверное в самое зрелищное шоу беременно в 16 шоу научно-познавательное да зачастую здесь бывает очень интересные такие ситуации ну как всегда давайте 15 тысяч лайков и новая серия почада из ада или беременно в 16 не заставить себя долго ждать пиши комментарии подписывайся на канал хорошего настроения я продолжаю болеть поставьте чё-нибудь чтоб никто не болел или просто подпишитесь на канал давайте все будем здоровы по моему неплохой байт и просто просьба поехали от сразу лайк поставить а то я забуду я такой я могу как и ты не поленись беременна в 16 мария республика адыгея мария я маша мне 16 лет и я живу в поселке яблоновский мне же послышалось республики адыгея пояснительной бригады в комментарии срочно сыбуновки есть кто-нибудь хоть я живу в поселке но деревенской жительницы себя не считаю так как большую часть времени провожу большом господи яблоновский в городе краснодар от яблоновского туда можно доехать 15 минут жить я хочу в другом месте я бы тоже хоть я мечтаю активных 1 российск потому что мне очень нравится этот город там есть море там весело и там очень приятная атмосфера и рано или поздно я осуществлю свою мечту и перееду жить к морю между прочим очень красиво чего хочу я девчонка очень активная на месте сидеть не люблю и не могу недавно решила что хочу заниматься рукопашным боем и записалась в секцию а до недавнего времени я занималась плаванием отдала этому 9 лет своей жизни между прочим очень достойно не бросайте никогда спорт плавание вообще полезно да я вот начал потихонечку плавать знаешь как мне нравится да очень нравится а потом поняла то что мне не нравится это не мать хорош я вообще не трачу время на то что мне не нравится считают что это круто я кстати как-нибудь надо закинуть как я брасом плаваю до в телеграм-канал давайте если сейчас 150 тысяч там наберется подписчиков я вам покажу пожилой заплыв брасом может быть даже этим твоим стилем но это не точно могу на спине как дельфин вот чем мне нравится заниматься так это делать людей красивыми несмотря на то что мне всего 16 лет я уже работаю в салоне красоты делаю девочку край у кого растут усы как у лисы сивые бровки зарабатывают 25 тысяч рублей скоро изначально я даже не рассматривала это как способ заработать мне просто очень нравилось я хотела работать бьюти сфере брови это идеальный вариант для меня был это легко это быстро это кажется сейчас все ломанулись брови и ногти делать вообще все просто на каждом углу одни ногти и брови украшение всего лица есть у меня еще одно хобби которая приносит мне деньги я слышала ты на картах дорога даешь правда какое совпадение а я вот гадалочек люблю я не смотрел этот выпуск до этого отмена по 15 тысячам лайков 30 . заходит я думаю пора вы поняли что вы поняли куда и рейд гадалок не заставит себя ждать это знак это оттуда или оттуда я пока не знаю дали знак так что стучим по экранчику завозим лосей 300 полный расклад банды а мы можем как-нибудь не погадать мне там в отношении какие-то непонятки в каких отношениях тебе сколько лет 14 вы сейчас я начну материться и говорить плохие слова мне сказали алексей прекрати материться и начну я с любимого слова до 314 сдец делать расклады на картах таро я начала в 15 лет сначала поедешь потом за эти расклады до карты таро до подружинка оказывала их для себя у опытных гадалок гадалок хочу научиться сама может быть опытных мошенников нет я просто но там статью для вас кстати придумали не так давно да прям отдельно она называется да и за полгода с помощью видео уроков в интернете все освоила видео уроки в интернете как карта раскладывать или как людей на обманывать мне кажется у меня всегда были способности к всему так полстраны способности тюрьмы все переполнены воздевать уже лодыри и бездари некуда понимаешь все уже заезжают целыми таборами просто уже некуда воздевать все битком везде прекратите прекратите людям ссать в уши прекратите им ломать жизни мы на рейдах кто не знает когда гадалок рейдель чем и только не наслушались все они только не творят чего не только не втирают люди с ума сходят ерды под какую там статистику кто-то подвел там все с ума никто никогда это это такой поток баблище течет который он нигде вообще не вот как в игорном бизнесе он конца края не видно ему ребята мы свою судьбу делаем сами прекратите в это верить женщины мужчины хотите чтобы у вас в вашей жизни все было хорошо просто возьмите сядьте поговорить и не надо вот этому заниматься не надо потому что во лбу вырастет что правильно потом я насмотрела всяких видео читала про это и такая блин у меня открыл суда попробовала и реально получилось я не знаю говорят этот дар передается в наследство по женской линии я напоминаю раньше вот этих вот у которых дар передавался собирались всей деревней помните да в истории и был праздник да вот она вот раскладывает вот эти карты говорит я тебе гадаю тарас у нее не сбылось она говорит добрый вечер колокол как форт бояре то-то-то-то-то-то-то все не сбылось не сбылось точность год года не было как у сапера там право на ошибку не было потому что если ты ошибся то ты ошибся возможно он у меня от мамы сказать точно я не могу ведь моя мама исчезла из моей жизни еще в детстве конечно на 15 лет за я без понятия как она живет что у нее жизни происходит я не знаю ничего про нее и про ее жизнь скоро неизвестно что мою маму зовут виктория артуровна по документам знаю что ей 33 года но чем она занимается где живет я без понятия она ушла из семьи 33 минус 16 17 когда мне было два года из семьи 17 мой отец рассказывал что они с мамой хотели сделать аборт но не успели так как узнали о беременности на позднем сроке 2 года после моего рождения мама жила с нами на моем воспитании рисовать малось а потом и вовсе решила что не хочет жить со мной и папой собрала и ушла за хлебом это фото единственное что у меня от нее осталось понятно я всегда чувствую себя какой-то не такой ощущение было несправедливости типа почему у всех есть мама потому что потому что это как те самые которые катку в counter-strike и руинит они вот изгаляются надо 1 нормальными тиммейтами понимаете с читами играют а потом потом понимаете они когда катка заканчивается сидят и плачут а как можно не плакать ребята когда в семье 20 а 3 за хлебом пошел пошел на камеру все это снимает так продолжать ничего на картах дорога она решила рожать я не была виновата в этом это несправедливо то что на меня бросил после ухода мамы я осталась жить с папой его зовут владимир павлович ему сейчас 36 лет три года мы прожили с ним вдвоем и это было тяжелое время отец много пил и очень плохо ко мне относился он никогда не любил он тоже не хотел ребенка и жил со мной потому что приходилось это делать он поднимал на меня руку он оскорблял меня стандартно потому что я была похожа на маму она его бросила он вымещал всю злость на мне когда мне исполнилось пять лет папу посадили в тюрьму за продажу наркотиков и меня забрали жить к себе бабушка и дедушка родители союз полгода все было хорошо они любили меня и заботились но потом у бабушки диагностировали психиатрическое заболевание моя мама и и не пойму там ол-ин что ли ли что я не пойму ты в прошлой жизни чё там нагрешила что ли реально так дочь я была похожа на неё она могла меня бить говорить в этих приступах обращаться даже не ко мне к моей маме на самом деле смех плохой дедушка он даже ничего не мог сделать ну это реальные проблемы с головой это реальный диагноз восемь лет я прожила дедушка в постоянном кошмаре болель бабушки прогрессировала и становилась только хуже она ежедневно скандалила и била меня потом мой дедушка умер бабушку положили на принудительное лечение в психиатрическую больницу а меня хотели отдать в интернат тогда меня спасла тетя аня мату это мама и одноклассницы арины ей стало жалко меня и она оформила надо мной опеку ну тогда мне было облегчение то что все таки поду детский дом я очень боялась я никогда не ожидала что у меня появится приемный ребенок и даже не могла представить что в принципе я способна на это я просто чувствовала что я не могу поступить иначе как будто это мой долг какой-то даже если бы вернуть время назад я поступила точно так же то есть я не жалею тетя аня 3 я ни о чем не жалею 56 лет она работает риэлтором в краснодаре сколько лет я не могу понять как люди как как ну тут какие 36 то тети аня 36 лет она работает риэлтором в краснодаре зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц мужа у тети ани нет она развилась еще 7 лет назад и пока новую любовь не встретила кроме интересно почему который как и мне 16 лет у нее есть младшая дочь саша ей четыре года когда маш попала в нашу семью мы не особо на холева дружка у нас очень было много стычек на какие-то бытовые темы особенности ругань и за то кто убирается кто не убирается чья очередь и так далее но в целом через время мы нашли общий язык у меня есть эти они хорошие отношения я и благодарна за то что она меня взяла в свою семью но порой она любит подушнить и меня это напрягает я хотел спросить ты с учебой то все не делать что ты бросаешь чем заниматься собираешься кроме бровей брови это не профессия это так больше на это призвание я надеюсь что она будет поступать обязательно почему хобби почему хобби можно между прочим знаю девочку волосами занимается волосики делает ходила на курсы открыла свой салон взяла эти как они называются сдает места в аренду для другие девочки сидят также учиться дает мастер-классы куда-то на курс повышение квалификации есть еще это у нас вдруг парикмахер и вообще те кто относится вот ко всяким beauty вот этим вот это не профессии но если углубиться в это это же профессия это бизнес в какой-нибудь колледже и получит хотя бы средне специальное образование я закончила 9 классов в этом году хотела поступать в краснодарский колледж гостинично-ресторанного бизнеса на администратора мне не хватило баллов возвращаться в школу я не хочу работать в салоне красоты а в следующем году я снова буду поступать мне нравится специальность гостиничное отдела и туризм потому что это классная профессия и я бы хотела в будущем по ней работать мистер президент тихо дурак что ли нормальная профессия чё ты начинаешь 14 лет когда меня взяла под опеку тетя аня я не была примерной девочкой я много тусовалась друзьями ходила на дискотеке и в караоке клубы я очень много гуляла с мальчиками с разными вечно мне нужно было искать кого-то нового больше внимания больше любви я хотела чтобы все любили меня а в 16 лет на одной из тусовок я познакомилась с максимом о боже другие парни мне больше не нужны потому что я нашла то что искала а искала я человека с которым у меня получится создать любящую семью о которой я мечтала с детства максимум 21 год познакомились мы на дне рождения моей подруги и я влюбилась его сразу как увидела а он тогда на меня внимание не обратил но я решила не расстраиваться и действовать узнала адрес его работы и устроила нам как будто случайную встречу мы начали общаться круглосуточно смотри маленькая вероломная скотина испортила жизнь мальчику плюс восемь даже не посмотрел интересно почему через неделю макс предложил мне встречаться через полторы недели он уже да а коли буров для меня маша и дел красиво на умная у максима есть проблемы с глазами у него врожденное косоглазие когда мы познакомились он стеснялся своего диагноза пытался не смотреть мне в глаза он мне понравился как человек чем у него там с глазами мне все равно меня это не напрягает я на это даже не обращаю внимание я считаю это какой-то даже своеобразной особенностью максим очень ответственный и умный сейчас он учится на втором курсе майкопского государственного университета в будущем будет экономистом параллельно с учебой он работает с директором красавчик чего вы гоните максим не такой нифига себе он учится работает и смотри максим это максим извинитесь я общалась он до воде свой простой он из таких людей которые никогда не придут у максима тоже непростая судьба его родители развелись когда ему был всего один год макс прожил со своей мамой людмилой владимировны до трех лет а потом из-за сложного финансового положения она отдала его на воспитание в семью отца у его папы алексея васильевича тогда уже была новая жена я долго думала об этом чтобы отдать максима отцу как мать вообще может сына куда-то отдать чей тут на фиг возможно да нет нахуй возможно как здесь по-другому сказать людмила люда ты чё родная мы все-таки решила что будет лучше с папой отец кому лучше тебе сам его предложил у макса с папой были хорошие отношения но год назад алексей васильевич скончался от инсульта ему было 45 лет вообще жесть какой-то это просто это я даже говорить ничего не хочу но это просто рашанина какая-то я сидел после суммашек собирались стекулять как раз таки и звонит мне лена вся в слезах и говорит что 45 лет а полумер и я просто да просто скинул телефон у меня истерика убежал на балкон я сел просто и мучил здесь что полно битвами как будто весь мир просто рухнул как будто все тут везде туман несмотря на то что макс вырос с папой с мамой он всегда хорошо общался людмила владимировна работает уборщицей в доме культуры зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц живет одна мы с максом часто приходим в гости почему она ребенка то отдала она хорошо ко мне относится маша и максим они нашли друг друга я как бы не лезу никогда я познакомила макса со своим опекуном тетей они он ей понравился она считает у максим положительно на меня влияет мне он сразу показался надежным парнем рассудительный работящий для маши все делает любые ее капризы исполняет максим с 18 лет снимает квартиру и живет один пацаны я говорю красавчик чё это молодец вот 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 это целеустремленные люди красиво братик вот это достойно когда мы начали встречаться он предложил мне переехать к нему я согласилась ведь давно мечтаю создать собственную семью макс поговорил все те они и она меня отпустила конечно освежаться с мальчиком но они очень сильно просили и был разговор у нас куда просили ей 16 лет бестолочь что же вы делаете то что же с вами не так то только что же за кого он ручался 16 лет ей 16 куда как куда съезжаться с мальчиком мы с максом начали жить вместе но это оказалось не так классно как я думала он не любит убираться постоянно разбрасывает вещи вот она пожилая торпеда на превью будет поставить обязательно на превью передайте русмидосу на превью вот этот носок обязательно чтобы был это топ тема носок сто процентов соберет полмиллиона просмотров это топовые вообще не дома должен быть идеальный порядок малейшая грязь меня бесит все я чисто плотная я помешана на молодец надо просто навести этот порядок там не говорили об этом и арина и аня что это ты опять оставил это я должна за тобой убирать вообще тут двояко я как взрослый все-таки уже дядька скажу тут ну хотя бы в раковину то можно конечно поставить и пакетики убрать здесь я соглашусь но если она целыми днями дома и нихрена не делает можешь убрать по почту две минуты делов убрать тебе тяжело это обязательно мне оставлять я пазду все он просто пацан учится работает в инвалид не может ничего делать он может не убирать носки не убирать посуду за собой достал я же соечиться ребят я продолжаю болеть м из последних сил сижу почти не прибедняюсь даже это хочет не убирает а еще меня бесит что макс может флиртовать другими девушками прямо на моих глазах вот как например с моей лучшей подругой а не не сломалась максим так одну секундочку а ты хорош нет ну подождите я это не обня осуждаю как говорится можно и втроем по времена нынче не царские да все-таки но а что а что не мешает если никому шторки вот за закрыли все нормальные смысле мы их играли просто вы не говорит его чик из-за щеки играла она ну иди другим мужиком играй ночью такого ты ну блин просто просто ну он как бы проник но это ничего не значит вообще как бы если внутрь не запустил то вообще ничего не значит все пипец конечно не могу перестать ревновать макса боюсь что он может уйти от меня к другой оставить меня о пошла родная расклад в одну как это сделали когда-то мои родители поехали не готова потерять еще одного близкого человека но теперь я уверена что максим от меня никуда не денется ведь я беременна гениально гениально и в комнате и как-то у нас все случилось само собой это надеюсь не собираешься махать в камеру обниматься и вот так получилось я уже понял что я люблю этого человека то есть ей полностью доверяю мы с максом предохранялись всегда я уже давно знаю что если заниматься любовью без презерватива то можно забеременеть ты слышал нет чего ты смотри думаешь я не знаю что ты сейчас этим занимаешься иди дурак в аптеку успеет он не успеешь иди потом будешь вон на картах гадать придет те скажут смотри какая милая полосочки бангли недавно презерватив у нас порвался а мы не сразу это заметили ну потому что гусарский не не надо покупать надо нормально и не уж на чем на чем но на этом то не надо экономить мы раздумывали что теперь делать я даже позвонила опеку ну тети они а вот они у меня проблема сейчас будет потрясающие какой-то оборот я не знаю как сказать а что случилось в общем мы с максимом предохранялись но презерватив порвалась но струя была как избран сбой то дало так что чуть не смыло называется blast shot мама помоги вот и я боюсь что забеременела тоже вообще рано в возрасте у вас мальчик детс отношения иметь но давай что-нибудь придумаем там таблетки есть экстренные пойди таблетку купи пожалуйста я тебе название пришлю на я попрошу максима чтобы он купил я конечно испугалась потому что в таком возрасте еще очень рано беременеть и тем более я разговаривала с ними чтобы были осторожны надеюсь что все пойдет я отправила для мама говорит максим порвался максима в аптеку за таблетками которые должны предотвратить беременность я их выпила как было написано в инструкции теперь я могу выдохнуть и жить спокойно начнется счет меня подташнивает после того как я выпила таблетку я не вспоминала о порвавшемся презервативе но сегодня на работе коллега заговорила про месячные я вдруг осознала что у меня задержка уже больше двух недель я вдруг осознала что у меня задержка больше двух недель а я в шоке я не знаю что делать я ж пила таблетку они я сказать очень боюсь я скажу арене она мне как сестра я хочу услышать ее мнение попросить у нее совета я сразу среагировала и сказала от бабушки ушел и от дедушки ушел и от тебя лица я тоже уйду осуждаю нужно срочно бежать в аптеку покупать тест сказать какого результата не было все же его узнать осуждают интернет и прочла тихо держка может быть вызвано таблетками экстренной контрацепции которые я пила экстренной контрацепции все же я решила сходить в аптеку пусть и меня пчела пошла домой и сделала все по инструкции в инструкции на сайт на полку не две полоски первые мои мысли я пойду сделаю аборт просто не скажу максиму и сделаю аборт втихую и все и проблема решена за реакцию максима я не беспокоюсь мы с ним обсуждали тему детей и он сказал что сейчас не готов стать папой а вот как сказать о беременности тете а не она же советовала мне таблетки и надеется что вопрос беременностью решен то сообщить ей придется ведь я совсем не знаю как мне самостоятельно сделать аборт я скинула ей фото положительного теста она тут же мне перезвонила плюс инфаркт как может быть таблетки пила может это гормональный сбой какой-то да ну не может такого быть ну давай может быть на узи сходишь завтра с утра я конечно с тобой пошла завтра работа надо все-таки удостовериться да или нет я удивилась что таблетки не помогли как это вообще в принципе возможно я записалась гинекологу на завтра на такое ощущение что она чё я не прям в потусторонней вселенной живет что с ней не так как это возможно в смысле как это возможно молча это возможно какой гормональный где сбой чё за баба мать ее максиму решила пока ничего не говорить вдруг положительный тест ошибка и никакой беременности нет я не знаю я боюсь сказать максиму о беременности то что я знаю его мнение это счет я видела как он реагирует мы смотрели беременную 16 и он сказал блин как можно так рано рожать после чего он мне на спускал как можно горит так рано рожать гениально гениаль молодец максим утром максим пошел на работу а я поехала в клиниках так может меня осмотрел гинеколог и отправил на узи я вам еще раз говорю ребята на всякий случай взял надел этот наперсток чуть это много не надо там да взял в конце взял еще вот так вот он снял так вот как оттянул по эффект неожиданности понимаешь и на лоб чтоб сто процентов понимаешь стопроцентный вариант зато все уверены всем весело всем кроме твоего партнера до девочки на мне кажется на это не одобрит зато никто не залетел одни положительно одни положительные вещи да ты беременная срок небольшой 5-6 недель блин это точно сто процентов нет я в шоке я задумывалась вот администратор вот у нас в чате пишет навыка play кто не подписан кстати ребят тоже подпишитесь там в телеграме есть ссылочки мы здесь смотрим если что все в прямом эфире не слушайте его ерунду несет просто есть другой вход да они уже все знают с 14 лет ты кого учишь то думаешь сейчас это время то какое это нам уже да ты-то уже милс мне уже 36 в этом году они с этого с 14 лет как швейная машинка да в этот в бэкдор а потом у меня ни разу ни с кем не было ни с кем и откуда из соседнего подъезда или соседнего района ты уточняй пожалуйста спасибо в этом но позже я работаю мне вообще не до этого ну ладно еще 18 в 19 еще пойдет чего я еще молодая после 30 лет хочешь что этого или нет любая девушка становится женщиной и переходит из категории baby dolls в милс но кстати эту меня да это неплохо у всех как говорится вкусы до разные ну да не все любят о чем с ними разговаривать до 30 лет там надо как говорится да как этот как он называется этот веселый парень как бурати на нос свой везде сует молодец молодец каждый год новая бабка и только собирает с них одна от к вида 2 где-то в лесу пропала 3 спилась вот прохор шляпин да молодец молодец парень на опыте до 16 лет это совсем не для ребенка он сразу сказал мне нравится под 70 что теперь желательно с хроническими заболеваниями очень нравится вид как ты дыхаешь и чихаешь после больницы я сразу позвонила тете они настроены что делать блин как так могло получиться вообще как блин может от экрана ты не переживай будем рожать но что делать будем рожать значит потому что я против абортов максим хороший адекватный парень я думал что все будет хорошо осталось сказать максиму что он против абортов чекай лицо максима думал поддержит тебя в этом безусловно я поддержу я поддерживаю что делать то я пошла домой и думала по дороге как рассказать о своей беременности максиму но говорить ничего не пришлось макс нашел и положительный тест на полочке в ванной что это кисточка для холста ёпта максим не расстраивай меня пожалуйста я столько те комплиментов наговорил прекрати пенить я не знала как томат не виноват тебе сказать говори какие бля буду подкинули а есть не было в больнице я сделала тест увидела не положки позвонила они они сказали и тянули и мы еще говорят у беременность подтвердилась в шоке у меня здесь другого слова нет как так типа получилось что сейчас будет что он скажет он пошлет меня он уйдет он бросит меня чё делать будем я не знаю что делать аборт может не никакого аборта ты чё мысленно понимает что будущем будет мой ребенок типа и как я могу его убить я чужой водер типа я вешно косячил по сути живодер вот будем только рожать хорошо хорошо ну я тебя так скажу мне в комментариях постоянно спрашивают а ты бы как поступил во первых я не дурак у меня два пацана все продумано были все везде да но если без шуток я между прочим . тоже это очень хорошо как бы поступил как 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 и к верху как то два варианта развития событий если на противоположном поле тот кто на это настрелял туда своим этими ну ты понял этими жучками червячками там полный этот омарок ну тут под вопросом вообще прям под вопросом если ну 16 16 ну чё ну чё делать что ты выгонишь из дома чё ты сделаешь но так вот ну вот вот как есть если бы увидел что пацан нормальный ну да мало зарабатывать ну работает учиться ну конечно поддержал ночью я бы бросил кинул ребят что никогда бы я не бросил не кинул наверное главное папу слушаться папа кто не слушается очень плохая примета те потом сидят когда макс сказал что мы будем рожать я очень обрадовалась я поняла что тоже хочу дорожать будешь очень обрадуешься предать его как когда-то меня предала моя мать мы с максимум будем хорошими родителями максим прекрати нет а ты бы как поступил вот меня смотрят всего три процента до 18 лет напишите в комментариях ну вот как бы вы поступили ну а почему нет у каждого свое мнение это просто мое мнение как обычного человека вот как бы ты поступил к тебе приходит неважно кто сын там свой в том плане что сын с девочкой с хороший давай сразу нормальная девочка не какая-то там это которая даете ходит там носу ковыряет и это нормально но более-менее нормальная хренела бы это первоначальная реакция те говорю потом ну как бы ты поступил напиши в комментариях прям сейчас на паузу это очень важно давайте для истории запишем потом вспомнишь когда у тебя также будет зайдешь комментарии те скажут нормально вот ну и у кого что вот и думать нет сразу давайте так допустим сын дочь дочь и условие такое что тот с кем у них как бы ну получилось кто пара более-менее нормальный не торч не какой-то там отброс совсем да там конченый давайте все вот будем вот от этого плясать что более-менее ну все неплохо вроде как учится вроде как работают то есть вроде как чет там старается давайте посмотрим мне интересно чего напишите своей беременности я уже привыкла а вот к токсикозу привыкнуть не москва за три недели я мучаюсь от тошноты головокружение и сильной слабости на улицу на улицу и на работу на работу я не могу на работу все лечится только одним путем строго одним путем все токсикозы еще что-то только одним путем взял на суточки где-нибудь или на кассе или еще где-нибудь там где тебя просто целыми днями пятая касса отмена наташа все ты забываешь про токсикоз в тебя просто пихают всем кому не лень да потому что все нормально у тебя день пролетает незаметно есть нормально плюс дом копейка я не могу смотреть на еду я не могу чувствовать ее запах я не могу переносить запах мяса запах жареного прекрасно одна экономия на блюю я вообще не покидаю в туалет в таком состоянии я не могу заниматься уборкой бардак дома доводит но это сама на дрочка господи мать моя женщина ты мать умылась и мне вообще как-то меня до истерики но не могу я переносить беспорядок мне прямо физически плохо от него макс видит мое раздражение но помогать мне с уборкой не спешит а куда ты собрался с друзьями под отдых на пиво попил какое пиво обычно убраться ты мне помочь не хочешь по дому чего чего и валяются срач везде полегче станет подержу уберешься чем я что же вы должен отдыхать когда-нибудь а ничего что я вообще почти чет на меня там смотришь это заяц вылупился сидит ты меня на измор берешь в щель промеж прутьев металлических выглядывает сидит я чувствую взгляд на себе подожди может ничего нет вот сразу сидит жует счастливый блять и не отдыхает за тобой вечно убираю ты лежишь отдыхаешь кайфу наверное я две недели кайфу 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 им какие друзья но у меня сосед также говорил я горь две недели уже блюю я говорю хватит бухать целыми днями пьете игры ну сколько можно как можно игре мешать все подряд игры ходишь банки пивные допиваешь ну конечно а какой пилот уже работаю как бы тоже имею право отдохнуть девушка не должна убирать тоже человек должен отдыхать как бы макс ушел гулять с друзьями а я обиделась на него он раньше таким был но сейчас когда мне плохо он мог бы помогать мне поддерживать что-то он знает как я это люблю я что там помогать что там помогать господи иисусе за весь день убраться дома нельзя ох блять злюсь когда дома беспорядок когда даже пыль вот наведи и значилось протри эту пыль сильно тошнило я решила про можешь у меня еще убрать свежим воздухом я числа с собой свою лучшую подругу аню она до сих вот так лучшая подруга сейчас пойдут советы поехали самурай сейчас начнется поехали брось брось его а подруга ты думаешь не забыла что она и сказала когда они угорали с ее пацаном подруга это запомнила сейчас она и посоветует пор не знает о беременности поэтому как мы встретились я все и рассказала прикалываешь нет ничего теперь будешь делать ну угрожать аня порадовалась за меня сказала что будет мне помогать я рада что она так отреагировала хоть кто нет нет секунду аня сказала будет помогать вашей семье кому она будет помогать это уже другой вопрос и с чем фото готов меня поддержать безотказанная женщина который тусит где-то с друзьями чем акс как дела макс это чудо 2 патла чая не пойму немытых ты даже не знаю как сказать что это такое шить за спички макс и толще чем руки у него у меня крышка от стола толще чем руки моя беременна надо тик ток снять на сути что делать будешь жать будет по-любому какой отец ты серьезно то есть не себя в зеркало видел мачичи готов к жизни буду готов я сам конечно еще не знаю что отцом со время наверно придет помню видео смотрел там говорится что баб беременные мозги как есть выносит да у нее чистых секунд не так мозг делать просто бензопилой пилит просто не убираешь не помогаешь ничего не делаешь просто гуляю где-то просто постоянно у меня нет слов каких уже 12 ночи а макс еще не пришел домой пьет где-то с друзьями анечка наше почтение на мои звонки он не отвечает я очень злая опачки смотри горит какая крыс ты это же горит собака я не с тобой сейчас разговариваю пришел попался по ходу пришел хорошо отдохнул превосходно как тебе пилось как друзьями посидел отлично от тебя воняет перегаром на тебя говно воняет вот поговорили я воняет от меня пахнет даже прекрасно знаешь что я не люблю когда ты пьешь я не люблю когда ты меняешь все ровно я не хочу видеть максима пьяным потому идеальный баланс что все мое детство мой отец пил и я не хочу всем похер что у тебя в детстве было причем здесь твое детство и ваша семья бестолочь взяла бы с ним пошла куда-нибудь прогулялась и чувак сказал отдохнуть хочет возьми найди общий контакт сядьте поговорите вместе тусите гуляйте станем и не только сперма баком блять а еще и его другом в первую очередь чтобы отец моего ребенка пил точно так же чтобы мой ребенок видео более это страшно я боюсь этого я никогда не пожелаю своему ребенка желательно еще истерику вкатить ребенку такой пережить чисто завод с да и каши да я настояла чтобы максим спал на кухне не хочу его видеть девки ебаный в рот но куда вы краситесь в этом возрасте умываетесь вы холодной водичкой блять у вас всегда рожа свежие будет но это просто пиздец какой-то блять как нахуй после ядерной войны блять горит как в меме мне сосиской по губам будешь да нет у нас в доме сосис что я не люблю пьяных людей не прости более чем переборщил уж ты с друзьями встретился ну да брать жестко переборщил надо был дома убраться и сидеть под сисей слушать как ей плохо от того что ничего не делает человек я очень надеюсь что такого больше не будет потому что я не могу такое терпеть я не хочу девки до восьмого месяца работают мое почтение сумки тягают таскают все у них там все эти стенки матки там блять крепкие незнамы какие лежит не могу я самый больной человек ладно когда у меня температура там пограничны 36 и 7 надо думать извини меня это самая опасная температура у мужчин в это вообще бесспорно все мужчины меня поддержат лайком 36 и 7 это все это предкомовое состояние да не то что вот эту я рада что максим извинился а еще он отпросился на полдня с работы чтобы пойти со мной в поликлинику сегодня у нас первый скрининг я очень надеюсь что с нашим ребенком все хорошо что при такой температуре какие 37 37 это уже скорую надо вызывать 36 и 9 это человек пациент уже в это уже пациент он в уходе нуждается ему надо все принести ему надо за ним ухаживать еще с ума сошел девчонки когда у мужчины температуры я говорю на 0 1 градус только прыгает это критическая отметка мы болеем редко но пожалуйста подыграйте нам но вы видите то что мужик но он раз в тысячу лет заболел ну поухаживайте немножко может ему внимания не хватает забота нужна сиси там если есть нету можно подругу вот соответствует 12 неделям беременности вот все хорошо развивается он соответственно и слова стремный какой-то у вас плод возрасту видишь такое уже головка видно ручки ножки непередаваемые эмоции непередаваемые эмоции это если бы позвала подругу и вы бы пошли куда-нибудь тусить и вечер бы закончился втроем вот это были бы непередаваемые эмоции для тебя пусть и молодой пацан которому еще кайфовать и кайфовать но в силу того что твой пожилой джеки чана ворвался в ее недра и наспускал туда спущенки теперь у тебя непередаваемые эмоции когда ты видишь плод твоего ребенка на экране я скоро буду отцом этого малыша типа врач сказала что токсикоз нормальное явление в первом триместре беременности надо просто потерпеть а еще прописала витамины после узи макс поехал на работу писать я в салон красоты мы с максимом решили что мне нужно увольняться ведь мы сможем нормально жить на его зарплату критическая ошибка хуже максим сказать не мог все это все это конец то девочки в салоне меня очень поддержали спасибо вам за поддержку хорошо все те она ему в три раза больше будет мозг состегать а человек не работает ничего не делает он начинает тупеть у меня уже 16 неделя беременности токсикоз не проходит мучаюсь от тошноты и слабость и все так же одна убираю весь дом мы с максом каждый день ругаемся на эту тему не думала что ему настолько наплевать на меня и мои чувства ксим что ты сидишь телефоне ты не хочешь у меня спросить может тебе помочь че я мне будет работаю 61 и в без выходных практически 61 один выходной в неделю чувак залип в телефон на кухне вообще ушел на каком-то этом дырчики спит чё помочь мне не можешь где мне выходной сегодня и только я при этом устал впахивай с утра до вечера еще и прийти еще бы думать что убирать мне пути с го поехали вот и даже ним ты даже спросить не можешь может тебе помочь ты за собой убрать не можешь тебе приятно так сидеть или ты ждешь пока я подойду это все уберу ну я потом уберу это не убираешь никогда он все время говорит убирайся сама тебе все равно делать нечего это бред убираться дома также его обязанности как мои это что я сижу дома ничего не меняет он тоже живет в этом доме он тоже должен убираться я хлопнула дверью и ушла к тете а не может она мне посоветовать после этого дверь закрывается чемодан ставится за дверь совсем и барахлом говорится всего хорошего блять тут что делать чтобы максим перестал быть таким эгоистом максимум помогает видите что мне плохо и ушел с друзьями ему все равно через неделю собираюсь телевизор покупать как раз мне его помощь нужна будет и поговорю с ним давайте поехали еб твою мать 61 работает тип молодой тратит все свое время на то чтобы бабло заработать на рождение ребенка сейчас давайте надо с ним поговорить надо ему еще втроем на уж подсесть чтобы он точно вас всех нахер послал на эту тему это неправильно что максим не помогает маша по дому не очень тяжело токсикоз конечно это да это такое я считаю что мужчина в такие моменты должен даже больше поддерживать свою женщину чем в обычные дни проблема с уборкой становится просто невыносимой а максу каждый проблема с уборкой становится просто невыносимой проблема с уборкой взять намочить тряпку взять в руки вторую сухую тряпку снять вот за себя скажу все что лежит у тебя на столах поставить на пол пройтись влажной тряпкой за ней сразу прошелся сухой прошел по кругу выставил все назад проблема с уборкой просто катастрофическая устал все на следующий день прошелся помыл полы либо не хочешь убираться один месяц пошла поработала купила робот-пылесос стоит час копейки запустил дырочка дома идеальная чистота скажи еще проблема со стиркой ты же собираешь его трусы носки до стоячие идешь на речку берешь это потом это идешь белье перевешиваешь на дне прошу прощения натягиваешь натягиваешь во дворе эти веревки перевешиваешь потом белье снимаешь да пока ждешь пока она высохла потом снимаешь сматываешь веревку да как наш бабули наши прабабушки бабушки делали да потом это и все прешь непонятно на какой этаж лифт не работает да да зимой вообще прорубь топором прорубаешь да гениально ну конечно стирка да нам нереально просто нереально все равно достаточно просто один раз в день что-то делать один раз в день просто час времени уделять чему-то все или один раз там в две недели я не знаю в месяц как те в кайф убираться в хате один день пхд это называется просто убрался все и потом просто поддерживаешь этот порядок всегда все чисто всегда все аккуратно это сделал не расписываться надо не знаю собирается он тебе еще и сейчас предложение он тебе да не сделал набирай максиму набирай я сейчас я сейчас начну я начну сейчас вот так вот да он то есть значит он приду а на свадьбу он деньги собрал сука нет не собрал он не собрал значит на свадьбу какой он имеет право гулять с друзьями почему он не работает 8 дней в неделю почему он ночные не берет смены почему вообще домой приходит какой это собака имеет право вступать на порог твоей квартиры не не убранный но тут понятно по какой причине он он мало работает все только из-за этого ты же понимаешь да что надо расписываться ну я да понимаю конечно я жду чему надо расписываться я хочу стать его женой но сама я не хочу разговаривать на эту тему я жду от него шага я считаю что маша и максим должны официально расписаться ребенок должен родиться уже в браке в семье это очень важный момент почему он важный вечером от почему кто-нибудь мне ответить на этот вопрос почему ребенок должен родиться в браке это очень важный момент почему позвал меня в гости к его маме она три месяца была в санатории и до сих пор не знает что я беременна он уже мама три месяца одну четвертую часть года была в санатории вазу ёб твою мать твою фамильную разбили не поняла чё ты не поняла говори что вы натворили маша беременна тебе говорит чипалах дать или тебе порт снуть или луцгнуть какая беременность маша всего 16 лет я в шоке это слишком рано еще с волосами они еще такие молодые ни жилья ничего нет какой может быть ребенок такой вот все мы будем рожать по-любому я просто не понимаю какой может быть ребенок в таком возрасте нужно стать сначала на ноги не еще молодые максим пожалуйста подумая те как мама прошу пожалуйста подумай ну думать уже не о чем я сказала людьми и не чем или владимировне что у меня уже 16 недели беременности и на таком сроке аборт уже сделать невозможно от этой новости она расстроилась еще больше у меня максим ступор от ваших слов я в шоке вообще честно говоря так у нас будет ребенок какая разница ты моя личная жизнь все я не хочу с тобой разговариваешь нечего силу туда максим все давай мне жалко максима он хотел поддержки от своей мамы они меня поддержала мама максима его нет максим очень расстроился что мама его не поддержала сказал что его бесит когда она начинает читать нотации и что если она хотела его повоспитывать то это нужно было делать в детстве вместо того чтобы отсылать его жить в папе если бы сейчас отец был бы жив он бы скорее поддержал помогал бы в любом случае больше чем уверен и и он был бы не знаю лучшим дедом на свете я решила взять все свои руки и поговорить с максимом что максим стал помогать маши почему маша жалуется на тебя что ты не помогаешь по дому вот совсем у нее токсикоз ей плохо я тебе как женщина говорю что бери эти ведь как мужчина говорю что челюстная лицевая кость ломается с одного удара если сейчас говорит ты мне продолжишь втирать эту дичь тут и из разряда до станешь в разряд спарринг партнера отстань пожалуйста 61 парень работает 61 ни один выходной это бестолочь ничего вообще не делает сидит это тяжело и я помню себя это ужасного 2 беременность расскажи мне это пожалуйста господи я я честно говорю вы знаете мою нервную систему да я в последние года стал очень спокойным очень спокойным последние три с половиной где-то года я я правда очень спокойный человек я правда я клянусь я понимаю что рано или поздно меня вот это вот участь она ждет участия имею ввиду это когда придет ребенок домой да там сначала старший сын потом младший сын скажет папа там вот у меня есть девочка там да вот так вот получилось там пойдем с родителями познакомимся я вам честно говорю я больше всего этого боюсь я больше всего этого боюсь потому что я просто понимаю что вот в этот момент если кто-нибудь что-нибудь просто газонет или что-нибудь липанет или ну что что-то вот какое-то отклонение от маршрута будет это все закончится просто трагедии я серьезно говорю я мне кажется у меня терпение просто она она закончится прям мгновение ока да причем я своей стороны всегда буду готов поддержать там сказать мои хорошие давайте чё папка поможет а чё нормально там на квартирку там отдельную ну чего там поживите посмотрите там чё как у вас да там это да если все хорошо то все хорошо да как говорится там поддержим дальше значит ну а шо ну папка не поддержит что ли но если я прихоприду и будет вот такая мать вы знаете не для вашего сыночка моя дочка до цветочек мой роз а там уже это хочешь я тебе расскажу сказочку про паровозик который смог дано я все время лежала но как-то надо серьезнее к этому относится конечно понимаю что как бы возраст молодой никогда не под кого не прогибайтесь парни мужчины выньте язык из жоп ваших дам ваших советчиков оставайтесь всегда мужчинами если вы работаете там служите работаете неважно кто чем занимается если вы приносите копейку в дом если вы мужчина не только в паспорте а и по жизни мужчина не давайте себя никогда ломать никому и никогда если у вас есть четкая жизненная позиция вы можете поделиться и объяснить почему вы думаете так 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 но стоять вот это дерьмище выслушивать молодому парню и бояться испортить отношения там со своей будущей тещей там или еще с кем-то похер вообще без нее вы проживете без нее вы справитесь и пройдете этот путь дачу тяжелее но вы его пройдете и пройдете вы с высоко поднятым и с высоту с высоко поднятой головой и высоко поднятым флагом да они вот это вот ну ладно я надеюсь что он немножечко благоразумится и не и будет ей помогать по дому готовить кушать заботиться готовить кушать тоже делать я тоже работаю как бы тоже должен отдыхать уже рядовая порядки наводить убирать еще невыносимого она я кушать не научила готовить 16 вечером макс пришел с работы но мне не рассказал что сегодня у них был разговор с тетей они я надеюсь то что наконец-то максим будет помогать хотя максим делает вид то что он слушает и все равно делает так как он считает уже делает по-своему как день прошел развод они к аня моя лучшая подруга мне не нравится что из максим она тоже у меня ребята много лет тоже был лучший друг в интернете но недавно я его потерял он меня предал потому что он ушел к еще более лучшему старому другу который его два раза от сандолил кинул нахер послал но он к нему вернулся жду новой серии как в санта-барбаре представляешь жду жду не дождусь не могу думаю чем закончится сериал до 6 сезон уже между прочим идет шестой год до пока непонятно пока что главный герой в ступоре да же хорошо общается а он флиртует с они даже у меня на глазах али что-то это да какая-то нездоровая канитель уже на работе зачем насчет чего я не знаю во сколько я освобожусь давайте просто позвоню освобожусь макс ты очень внимательно выбирай слова она сидит под руки у нее в правой как раз ручки нож причем с с довольно длинным лезвием тут надо очень внимательно думать что говоришь можно не успеть увернуться и я в шоке зачем она это звонит максиму она знает то что мне будет неприятно смысле позвоню когда освобожу при тебе ты сказал чтобы рассказать не звони мне отстала от меня надо позвать ее 3 и дружить всем вместе нужно создать семейную идиллию тут глядишь и максим кушать еще дома начнет готовить если что может анечка помочь одни плюсы одни плюсы вы заметьте проблема и семья станет только крепче от того что вы жизнь может прийти анечка да она там и покушать где-то поможет и это и макс станет веселей никто ругаться не будет одни плюсы отстанет максим не может ее послать пока я не дам ничего не скажет он будет это позволяет значит ему это нравится согласны вот уважаемые люди в чате горит собой почему она постоянно тебе звонит крепкая большая семья не у будет вот этих вот тупых вопросов вот этих вот такой труд и где скажут на превью кстати можно поставить слушай передайте мидосу можно вот это вот лицо на превью и носок вот в угол куда-нибудь в один лицо вот это и он как раз на носок смотрит по моему гениальное превью идеально главное рот открытый да я вот так да надо типа мнение rr превью с открытым ртом все прошло мистер без сказал больше кликают на закрытый рот все рты сейчас все закроются везде я не в курсе так а почему ты ничего с этим не делаешь просто игнорируют при тебе я скажу под отстал от меня при мне надо было сказать не звони мне пожалуйста у меня есть девушка в активность вообще как они оправданные типа ну полностью согласен они вообще сама лезет ко мне уже надоело я жду от тебя ребенка ты не можешь просто нет нужды дожди одну секунду подожди давай разберемся ты ждешь от меня ребенок и я его тоже жду и все его ждут и аня она как бы тоже ждет она твоя подруга по-моему все в порядке сказать может ты с ней еще переспишь и скажешь то что не с этого момента поподробнее чего не было чего не что хочешь я учусь скину просто хочу сказочный долбоеб чем было только с больницы выпустим все тройничок для максима тема закрытая на всю жизнь я очень злая и на максима и на аню но теперь хоть немного спокойнее что макс добавил ее в черный список в телефоне завтра мы должны были встретиться с аней но у меня желание с ней видеться нет вообще поэтому я написала ей что наша встреча отменяется и что я ее видеть больше не хочу а придется так малая сейчас все держится на тонком волосочке вы сейчас как две женщины должны все урегулировать и порадовать максима он очень расстроен если он перестанет работать то ваше семейное благополучие вообще закончится давай моя хорошая давай мы в тебя верим всем каналам в тебя верим три миллиона человек в тебя верит давай рули мы же подруги чего не за мужика рука за то что ты лезешь к моему мужику не сдался не туда разговор пошел блин чё смешного и она лезет парню своей подруги я не понимаю как можно мы дружим она лезет к нему хотя прекрасно знаете что это неприятно и неуважительно по отношению ко мне опять начинается опять начинается ревность опять начинается какие-то ссоры ругань и так далее я просто хочу ей донести то что не надо ко мне ревновать не тот я человек которому надо ревновать отсос вообще это неизменно и я пытаюсь ей донести рассказать об этом но она не понимает элементарных вещей и то что мы там где-то что-то это вообще ничего не значит он же идет домой все как бы ну давать блин чё ты думаешься на меня все хватит уже маш мы же подруги ну зачем ругаться вот именно мой подруги зачем ты к нему лезешь маша мне не нужен как подруга мне нужно ты я решила простить аню она блин прям даже я знаешь о чем подумал соли же будут такие слова услышать тоже вода послушайте вот эти слова чем ругаться вот именно мой подруги зачем ты к нему лезешь маша мне не нужен как подруга мне нужно ты дешевле не нужен как друг мне нужен так года вот на утро услышать такие вот слова хайрис согласись до слез конечно я решила простить аню она близкий для меня человек и в жизни часто меня поддерживала может быть после сегодняшнего нашего разговора она и правда больше к максу лезть не будет хочу в это верить что-то здесь сейчас будет сто процентов меня начал отпускать токсикоз и я могу нормально есть ну конечно анечка в чс улетела и теперь все токсикоз отпускает он плюшки ватрушки сладкой говорят дуром тупым не ешьте сладкая блять во время беременности сидит смотри сейчас пачка будет какой этого у колобка блять а то теперь у меня появились очень странные вкусовые пристрастия что-то там делаешь уже тоже пять раз зубы чистила сколько можно сколько можно говорит паста мне нравится мятная вкус теперь со вкусом мяты сучка я не знаю почему мне хочется ее просто просто так есть утром днем вечером каждые пять минут зубная паста мятная жевачка вот этот мятный вкус я все время хочу его чувствовать мне прям нравится папа 10 раз на ней просто чистите зубы гайдуме просто горит трэш пользуйся какой трэш дурак на днях мама максима написала мне что она просит прощения за свою резкую реакцию на мою беременность на нашей последней встречи она все обдумала и примет нашего ребенка да я была против очень была против ругалась ну потом смирилась что делать я считаю что он уже взрослый человек он самостоятельный уже не должен решать сам я рассказал об этом максу оказывается она писала ему но он ничего не ответил потому что не хочет с ней разговаривать а сегодня мама макса пригласил меня в гости мать тоже шанс кого вообще хотите мальчика или девочку я хотел бы чувствую то что мальчик новые джетти не прям так кажется лишь бы был здоровый самое главное я тогда вспалила по поводу вашей беременности рульские торты неплохие кстати очень бы мне хотелось почему максим так на меня обижается если вы решили рожать рожайте я буду вам помогать естественно я понимаю ягод порогу и для вас в подарок время может ты с ним поговоришь он ко мне придет я не хочу чтобы мой ребенок держал на меня обиду ему хочу быть мамой та которая всегда поддержит будет рядом будет любить естественно помогать мне жалко мама максима потому что она реально очень хорошо к нему относится и мне жалко вы что максим достаточно эмоционально и испульчиво среагировал конечно я поговорю с максимом надеюсь они с мамой наладят отношения уже больше недели моя лучшая подруга аня напрашивается к нам в гости а я каждый раз ищу причины отказать ей мне не нравится когда они приходят к нам потому что она постоянно заигрывает с максом а меня это бесит но сегодня она пришла в гости без звонка и мне пришлось ее пустить кто смотрел новый сезон беременность 16 я смотрела прикольный я тоже смотрела кстати в одной серии был максим такой классный мне понравился на себя похож с этим нам уж ну чё это начинается что начинает что 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 а кто а кто а кто 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 ты к нему раз подкатываешь а ты ведешься на это да не было такого я в суде так скажу я сама сейчас видел смысле не в принципе не было такого плохого ничего вы каждый раз так говорите ну а что плохого она она ведет себя как чё ты кормишь попкорном моего парня иди других корми это ненормально это неадекватно зачем ну покормила я этой попкоринкой максима ну и что ну что такого мы трахались пока моя жена смотрела фильм с кем вы же там на этой кровати а иди пожалуйста домой просто я не хочу вообще тебя видеть у нас больше ладно все без проблем самое обидное макс надо проводить гость хорошо воспитывать это то что она именно ко мне ревнует зачем я же ничего такого не делаю я к нему не пристаю когда ревную я чувствую злость даже не столько на аня сколько на максима потому что он не может слатьевать отстань от меня не трогай меня у тебя сидит беременная девушка и ты позволяешь такое это началось ты каждый раз позволяешь таковым отмазываешься то что это она сама так она к тебе лезет потому что ты разрешаешь и есть ничего не разрешил я заметила узнает чему-то умирать можно впереди я и миллиард раз говорил что коньки твое ваще ну типа не как короче у меня это все уже просто достала иди к своей а не раз ты в этом ничего такого не видишь окей нают вот зачем надо было а не приходить строить из себя невинность но мне кажется она специально ссорит нас с максимом зачем мне такая подруга я позвонила они и сказала что хочу hard . инст данном подписаться кстати если немедленно встретиться и поговорить оба я поехал дальше с тобой общаться из-за чего то что себя как видишь маш это ты меня ты понимаешь что ты ревнуешь ни к чему они ни к чему я каждый раз вижу как ты клеишься к моему мужику ты лезешь к нему прям лезешь кому к максиму да нормально а ты я нормально я заметил что в чужим ты нормальный сама оба ооо ооо я решила прекратить общение с они потому что на мне не подруга она поступает со мной так как друзья не парам сыром сыром она только мешает нам с максимом тарантиновские диалоги не говорит потому что это телеканал ю блять тут тарантино отдыхает смотри здесь диалоги какие повороты тут сюжет разворачивается я фильмы даже перестал смотреть начал пересматривать весь телеканал ю чё после ссоры санька идти домой не хотелось ведь там максим с которым я тоже поругалась я решила прогуляться по городу когда вечером пришла домой увидела пьяного максима что тут сидишь пьешь чай хотел расслабиться что а ты по-другому расслабиться не можешь ёб твою мать девочка те 16 лет еще молока на губах не видавшие члена в руках не державшие тут сидишь тут мозги клюешь прекрати пожалуйста нет это чай что ты моё пиво вылила а это точки на кружке я думал очень же грубо на меня в детстве орал пьяный отец я не хочу жить с человеком который позволяет боже я много раз просила максима не пить но ему все равно не хочу чувак прикинь взял 033 нацедил сидит чилит ты говорит ты ты хронический алкоголик хронический просто просто ты ты просто ты в кашу ты в муку ты просто ты никакой вообще ты ты меня ударить до хочешь до ударить хочешь до ту больше мириться с этим я собрала вещи и уехала к тете они браво ну и то случилось у вас ругались опять началась туда уже взрослые люди машина уже пора в конце и взрослого уметь разговаривать ребенок уже скоро родится вы ругаетесь но как разговаривать с человеком который не хочет меня слушать я уже много раз говорила что меня бесит когда он флиртует с другими девушками или пьет алкоголь но ему все равно уже три дня мы с максом не общаемся я ему не звоню он мне тоже сегодня я даже решила обратиться к картам чтобы посмотреть как дальше сложится моя судьба но она конченая просто конченая ночью максим звонил не вы мириться собираетесь все таки у вас ребенок будет ну сейчас карта скажут надо мириться или нет судьба ребенка на волоске висит не писал не звони ну так пора целый мой первый шаг я на картах посмотрела он сам должен видит бог я был все равно до последнего за тебя я думал все таки здравое зерно где-то было посеяно но нет но всю башку вообще просто маш какие карты я не верю вас эти магию как они считают мне кажется детские развлечения точно серьез воспринимать это не стоит с удаваем беритесь уже сама напиши ему пусть приходит пообщаемся но я не готова мириться с максимом я твердо уверена что первый шаг должен сделать он я решила взять все свои руки и поговорить с максимом почему я переживаю за машу потому что я хочу чтобы у нее была в дальнейшем счастливая судьба семья забота до которого более своих родителей и родственников далек алло макс привет что-то сегодня выходных нет я хотел с тобой поговорить нет еще не часу нет камня да смогу хорошо ну все давай ждут от тебя это нет тогда иди ничего почему маша приходит свящая какая тебе разница пока ты этой маши будешь соплюши утирать и лезть в их отношения там будет вечное очко очко беспробудные и беспроглядные заплакана ругаемся так чуть-чуть зачем вы ругаетесь у самой ничего нет мужик ушел все ушли это одна сидит ты чего мать ты крыж ты куда ты лезешь ревнует ну давайте уже мириться уже взрослые ответственность надо как-то нести за искусство встает свои поступки маша не любит конечно первые мириться но я такой же эти потолок буду стоять на своем я понимаю то что я тоже не прав хочешь помириться конечно хочу делая предложение как же ты сильно ее сплавить ты хочешь колечко цветочки знаешь как полагает вот и я думаю что она тебя простит и все будет хорошо когда мы поругались с максом я вообще перестала выходить из дома целыми днями лежу на диване и деградация чисто блять котика этого морского ёпту вынесла на берег просто пожилую блять баркас и она просто лежит и втыкает и самонадрочкой занимается думаю как дальше сложится моя жизнь и что если мне придется растить ребенка одной а сегодня тетя аня все таки упро я говорю вот 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 оно все у меня прогуляться с ней по парку чтобы немного развеется она обещала проситься с работы и сказала ждать ее у фонтана макс ну не надо я пришла в парк на место тети а не увидела максима ох блять помириться хочу с тобой тебе цветочки да как обычно ты думаешь что цветы подальше тебя прощу за все ну ты внимательно посмотри что это раза два-три я думаю можно засандолить я буду любить тебя пока не завязан все цветы тогда розы брал они там за три-четыре дня уже башку повесит возьми пожалуйста выходи за меня я в шоке это наконец-то случилось я очень рада я ждала и хотела чтобы максим сделал этот шаг ты будешь моей жены конечно да господи голову хоть по мой блять хоть раз за все серии я хочу расписаться хочу чтобы мы были реальной семьей чтобы он не ушел от меня так чтоб я ему на законных основаниях могла папара папа папа покажет свои намерения на то что он хочет быть докажи мне докажи подумал а буду исправляться помогать я буду по дому буду помогать друзьями перестану гулять ну по крайней мере очень мне кажется макси и за эти четыре дня он действительно осознает макси и теперь у нас все будет по-другому я очень хочу в это верить макси в этот же день я собрала вещи и переехала к максу макси потеряли пацана больше не наберет больше не прилетит до свидания не могу поверить что уже прошло больше половины беременности у меня уже появился живот и я начала чувствовать как мой ребенок пинается активный прям реально активный я все время чувствую его и это классно очень приятные ощущения не так бывшие говорил но одно меня напрягает я очень быстро набираю лишние килограммы я очень переживаю за свою фигуру что будет дальше чтобы это сороковой неделе я вообще как слон буду позавчера мы с максимом подали заявление в загс и нас распишут уже через месяц мы решили не отмечать свадьбу лучше все деньги потратим на покупку необходимого для ребенка коляски кроватки кстати макс очень изменился за последнее время теперь он помогает мне с домашними делами и заботиться обо мне держи все плохо чувствуешь что ли то нет нормально мы раскрыли не опаздываем уж начнем собираться на счастливым сегодня мы с максим идем на второй скрининг где нам должны сообщить кто у нас будет мальчик или девочка максим хочет девочку он хочет дочку а я хочу наоборот мальчик я не вижу себя мама и девочки мальчик это реально классно вырастет путь защитником сейчас мы посмотрим как развивается нас ребеночек все хорошо а можно параллельно с этим посмотреть шо ручки уже видишь сжаты кулачок ну что был пол какой готова узнать видишь мальчик казарной не хочет нам показать мальчик мальчик я счастлива что у нас мальчик и за носка сказал что тоже рад известность спасибо я очень рад это что спасибо ребята на стриме кто во время просмотра видеоролика подписывается на бусте очень приятно спасибо за каждую копеечку за каждые 100 рублей мальчик но я конечно девочку хотел ничего страшного я вырежу отличного хорошего мужика также как и меня мой отец но самое главное что врач сообщила что наш ребенок развивается согласно сроку и у него все хорошо после узи я сразу позвонил а у нас вот задержка уже девять лет никак пока что вроде как бы ну задатки есть но пока ребят никак тети они и рассказала что у нас будет мальчик она обрадовалась вообще без разницы какой пол самое главное чтоб ребенок был здоровый чтобы беременность хорошо завершилась без проблем чтобы роды прошли хорошо после больницы я поехала домой одна а макс решил наконец-то съездить к маме я долго его убеждала что с мамой нужно помириться о чем-то хотелось мы поговорим не ваш сказал я тогда вспылил а я не хочу глаза кстати да матери раздался я хочу вас все было хорошо не обижаюсь уже все нормально тоже перегнул туда чуть-чуть палку потом мать в любом случае я должен пластик помириться просто мама желает не улучшил макс рассказал тете людям что у нее будет внук она сказала что очень рада за нас и пообещала что подарит нам к рождению ребенка хорошую коляску самый лучший подарок на самом деле коляски хорошо стоит хорошие сегодня самый счастливый день моей жизни мы с максимом расписываемся я так долго ждала этого момента момента когда создам свою идеальную семью почему барабан растет а эти нет я хочу красивую пышную свадьбу но хоть и а сейчас у нас нет денег грустно но когда-нибудь а если бы кто-то работал хотя бы половина срока своего вот этого а не сидел не втыкал в телефон можно было накопить на неплохую свадебку о боже самара мы отпразднуем нормально добрый день уважаемые врачующие сегодня вы мария владимировна и вы максим алексеевич вступаете в законный брак все я обязана спросить вас является ли ваше решение взаимным свободным и искренним конечно из вас прошу ответить вас жених максим алексеевич максим алексеевич на правах главы семьи вручается именно вам свидетельство о заключении брака конечно ничего не изменилось наши взаимоотношения точно такие же какие были но сам факт того что я теперь официально жена максима но не совсем не совсем солнышко теперь очень много статей и так давно принятых да так как вы теперь муж и жена теперь надо быть очень любить максима да и надо очень хорошо теперь думать что ты говоришь а и мы семья это очень круто я очень рада очень сильно люблю машу и никогда и не брошу никому не отдам она может всегда быть уверена что находится под придежной защитой после росписи я сразу написала тете они и арине что теперь я жена они за нас максом порадовались наконец-то это случилось я очень давно этого ждала я очень прямо на каком месяц рада за ребят что они наконец-то стали официально мужем и женой мы с максом решили провести этот важный день вдвоем просто отдыхая до девушки милые вас очень прошу я все понимаю что ну краситься дома это такое конечно да там я вообще не особо сторонник вот это вот когда харе молюют как это я вас правда очень прошу но приходу мужика немножечко можно даже если вы очень давно вместе немножечко это чуть-чуть там свисточек там глазенки там чё осталось там это немножко подвести там пушку и платьишко накинуть там легенько за копейки сейчас на вайлдберстах там на ваших этих озонах там все стоит копье чулочки там какие там трулики там одеть мелочи очень приятно а не сидеть как чухня и потом всегда будьте красивыми и всегда мужчин радуйте чтобы они домой бежали я станет и заодно обсудили как мы назовем и стримера вашего любимого не забывайте да социальных сетей много а стример один нашего сына у нас два варианта тимофей или кирилл я хочу назвать кириллом а максим тимофеем но максим пошел мне на уступки мы назовем кирилла уху блять потому что от максима и так фамилия и отчество чего но это аргумент у меня 33 недели беременности я не могу даже смотреть на себя в зеркало я очень сильно поправилась я стала толстой сколько килограмм набрала я вся арты я не понимаю чего я поправляюсь но съела один-два тортика в день от чего ну а чего чувствую себя слоном а ты чё красишься сидишь я прощала я стала успокойся ты самая красивая на свете желудка и толстая переживайте насчет этого родишь тебя и куда пропадет прыщи пропаду стяжки останутся будешь как черт выглядеть если так же продолжу за собой ухаживать ой я вслух сказал самая красивая что не отрицаю что стало страшно страшно реально паришь насчет кто нахуй такая бля ну тут без пива не разберешься как минимум прибавок то что вот я рожу овес не уйдет я когда вижу прибавку у меня просто все у меня падает настроение я уже не подходить а кроме того не стало тяжело ходить тихо что последние две недели у меня начали отекать ноги и руки у меня 15 килограмм чисто отеков просыпайся прям чувствую их мне некомфортно я хочу поскорее родить чтобы у меня не было отеков сегодня у меня плановый третий скрининг по улице надо ходить на несколько часов очень полезно вот там бьется сердечко вашей ляльки есть небольшое расширение лоханочки после рождения обязательно надо будет следить за этим моментом лоханка это собирательная система в поле ханта с того лока и потом помочь . утечет мочевый пузырь и выходит все в нас в случае мы имеем расширение моча скапливается внутри почки это не страшно не критичное расширение то есть она совсем не хватит душить поняли мы поняли что там лоханка расширена у многих пацанов это бывает потом это все закрывается с каким-то там месяцем или годом не помню дальше давай большую может пройти самостоятельно бывают случаи когда даже после рождения это расширение остается иногда это требует оперативного вмешательства о боже блять и чего я расплакалась ведь я совсем не ожидала что у кирюши могут быть какие-то проблемы со здоровьем очень надеюсь моему сыну не понадобится делать операцию не могу сдерживать слезы когда в принципе рели заходит ребенке а тут мне говорят то что у ребенка есть проблема с почками я испугалась разнервничалась да нету проблем никаких большинства это пацанов есть такая тема у меня у старшего по моему эта херня была все само там по себе закрывается это того я не знаю у огромного процента ребят которые рождаются не знаю в наше время не в наше время хер его знает все само закрывается все слезы лить ни на что это не сказывается ни на что это не влияет господи успокойся ты уже после больницы макс поехал на работу я пошла домой немного отдохнула и решила сходить к тете ане поехали не виделись я по ней соскучилась как твое состояние жду уже когда поскорее рожу уже все ждем понять как с максимом как дела на все хорошо как-то не ругаемся он исправил я мать бесит больше чем я не знаю все вместе взятые в этом прекрасно в этом я не знаю почему меня на триггерит просто на генетическом уровне помогает до заботливый такой классного здорово осознанность жена она появляется что папа скоро станет я очень рада что у них все наладилось ребят что максим стал помогать маши что маша стала более осознанно то они стали взрослее и у них наладилось взаимопонимание тетя аня кстати затронула важную тему будет ли макс рожать со мной до сегодняшнего дня я об этом не думала и вечером когда макс минут значит так максим но все что уже ниже быть не может но если ты сейчас еще жестче пробьешь это днище то марианская впадина она до родной давай без вот этого только с работы села поговорить с ним на эту тему страшно я бы хотела чтобы ты со мной был нет никогда на эту херню мужики не подкидываетесь никогда вообще не соглашайтесь все само собой все естественно должно быть каждый должен выполнять свои функции не не занимайтесь этим вы потом вы его чокнитесь вообще осознаешь чуть такое пойдут и что это очень страшные вещи темой это быстро кричать передернет это лишняя паника у мужика начнется это панику увидят акушеры это панику увидят так то рожает зачем это нужно естественно любой мужик будет переживать потому что в нас то не заложено мы не понимаем чуть такое всех врачи поубиваемся ты не захочешь меня будут переживать что не то почему-то кричит почему-то не помогают и что я лучше буду с тобой всю ночь на связи переписываться там звонить и звонить не хочу туда идти потому что я понимаю что это не выдержу просто боя писк-виск я просто врачей всех то что с ней как сделайте что-нибудь туда буду я одна мучиться за нас троих я очень хочу чтобы максим со мной рожала чтобы он был в этот трудный момент рядом со мной может максим родиться но я понимаю его и на его месте я бы тоже не пошла это страшно и это невыносимо смотреть как твой любимый человек мучается кричит любимый можешь ничем вечером впервые за долгое время я решила пойти прогуляться вместе с ариной последнее время выхожу из дома на улицу только по делам из-за большого живота мне тяжело ходить как состояние твою тяжеловато живот большой пояснице наверно тоже разваливается а с максимом как у всех главный вопрос как с максимом учетом как у вас все ждут когда им начнут жаловаться вот это вот бабская болевота вот как только вы игры пустите ваши отношения друзей или подруг сразу начинается ну как у тебя там с твоей вот поэтому и никогда ни с кем не с родителями со своим не с друзьями никогда не обсуждал свои отношения ни с кем и никогда как только вы начнете это обсуждать все это будет очко стопроцентно запомните эти слова лучше он не помогает заботиться ждет когда я рожу готов морально мне кажется он больше чем я готов ребята такие молодцы они проделали большую работу над своей ревностью своими недопониманиями какими-то другими трудностями смотришь так интересно от малолетки слушать вот эти умные фразы слова как к членам по воде постучать на них от глаз радуется 5 утра я проснулась от боли в животе на простыне было мокрое пятно и я поняла что у меня отошли воды и начались схватки я разбудила максима и он отвез меня в роддом на такси меня быстро оформили я переоделась и отправилась предродовую палату так давайте не будем усугублять без того усугубленное так через три дня после родов куда отошли я не знаю куда там кто отошел но давайте не будем сейчас три дня я пролежала в больнице за это время я научилась всему пеленать он умеет подгузники и кормить сына сегодня у кирюши взяли анализы и через два часа врачи сообщили что нас выписывают не могу поверить что скоро я буду дома я очень счастлива то что роды прошли хорошо с ребенком все нормально и это наконец-то закончилось на выписку собрались все максим его друзья его мама тетя аня и арина в шоке он берет и боится двигаться он все у него ступор мышцам очень все сломаем и впервые вижу такого маленького хрупкого ребеночка куда есть такая тема очень стрёмно я увидела ребенка он такой хорошенький был взяла его понянчила это было очень приятно маша с цветами наконец с долгожданным чудом ребенок до счастья я его очень сильно люблю вот кстати правда говорят что вот внучать любят больше чем детей я никогда этого не понимала сейчас я поняла да пока чего нахуй ты точно мать я была в больнице макс все подготовил к нашему приезду до родов мы не успели приобрести кроватку но макс ее купил сам а его мама как и обещала подарила коляску вот еще макс нафармил коляска сама себя не купит после рождения кирилла наша с максом жизнь поменялась полностью времени на себя почти не остается все внимание мы уделяем с ушел процесс всем очень поменялся после родов он стал еще трепетнее нежнее ко мне относиться он заботливый он помогает он любит меня и ребенка чуть ли на руках не носит меня с материнскими обязанностями я справляюсь хорошо мне очень нравится быть мама я кайфую от этого я думала во время беременности что я буду плохой мамой я плакала из-за этого мне не было мамы я не знаю что это такое какая она должна быть я думала я не справлюсь но мне реально согласен неплохо так все в обморок упадут со смеха люблю своего ребенка единственное что меня беспокоит это грудное вскармливание я не кормлю грудью потому что меня просто не получается ребенок нормально берет все хорошо но он не наедается и давай помогу чит когда я даю ему смесь все хорошо он спит проблема в том что он не наедается у меня что-то не так с молоком после рождения кирюши мы стали очень часто ходить в гости к маме максима она очень полюбила кирилла и говорит что если мы захотим максима тем отдохнуть с максом она с ним с радостью посидит я рада что моих детей все хорошо и надеюсь что она дальше так будет вы создали эту семью которую вы хотели я очень рада за вас и чтобы у вас все было хорошо всегда перешко роз здоровым хорошим мальчиком кстати я вам тут купила тысячи для кирюши купила стульчик стульчик качели подрастет хорошую кормить и катать хрючево да можно давать прям там посадил он там покачался это у меня то такие же были хорош хочешь его откинул туда он по похавал и зале том что я родила узнала моя бывшая подруга аня с которым мы не виделись после нашей ссоры она написала мне что хочет увидеться и помириться а я подумала что в принципе готова с ней встречаться и дружить максим готов только без максима сегодня макс на работе поэтому я и пригласила аню гости помириться и показать кирюшу такой живой к прям вообще я кстати тебе игрушки принесли как я ненавижу вот это дайка такой мягко ох блять спасибо думаю кирюшки понравится интересно меня всегда это говно прям ты знаешь вот меня трясло блять когда начинают вот эти вот подружки ищите бля я говорю господи ты призываешь ребенок лежит такой смотрит наверх ему все знаешь как он чего он вообще слышит вот такая большая пачка блять заглянула в коляску блять ну вы можете нормальные слова не коверкать пожалуйста ну так с ума сходит у вас не знает никого няшки ну вот как раз были чем играть ты меня извини конечно за все что было за все это ревность не ревну и нормально все ну спим и спим мы с максимум что теперь такого тренирую уже слава богу сегодня у макса выходной и мы пошли в гости к тете а не она сейчас много работает но каждый выходной приглашает нас к себе чтобы увидеть кирюшу такой бутузик стал такой большой щечки отрастил я же настоящий мужик растет у вас как дела у самих хорошо все они ругаетесь максим сейчас прям хороший помогает и все нянчится встаешь ночи конечно больше он стоит чем я маш какие планы на будущее у тебя да сейчас кирюшка подрастет да учиться хочу я уверена что мои планы осуществятся ведь теперь у меня есть любящая семья которая мечтала с детства я советую всем девочкам которые оказались такой ситуации думать головой нужно ли вам это важно чтобы рядом был надежный ответственный человек который будет любить вас и вашего ребенка также важно понимать то что ребенок требует много ресурса в него надо что-то вкладывать не только деньги деньги это важно но также надо дать что-то ребенку любовь заботу ощущение того что он нужен также дорогие мои хорошие девочки надо понимать что если вам в 15 16 лет вложили у вас так скажем да то вы скорее всего будете никому не нужны поэтому подумайте да что все таки нам нужно предохраняться да или как минимум использовать средства разных дам всяких там вот отсюда короче будьте аккуратнее цените мать и камри 2 и 5 все всех целую всех обнял давайте ну что посмотрел видос посмотрел и лайк поставил и на канал ты подписался красава удачи братан встретимся в следующем видеоролике